Были здесь три большие буквы ДЛТ, Дом Ленинградской торговли. Значит, когда зашла речь о реставрации, естественно, зашла речь и о воссоздании вот этого двухглавого орла из керамики. Это, опять же, керамический. Понятно. Естественно, нам пришлось искать старые фотографии, изображения этого орла, как он выглядел. И таким образом, это еще несколько лет назад, мы вышли на Марину Павловну. И все, что у нее было, она с нами не поделилась. Понятно. Ну, конечно, у нее самый главный архив. То есть, и, конечно, мне пришлось в архивах, поскольку я вот отвечаю за исследовательскую часть нашей компании, мне пришлось и в архивах ваулинских, и выяснилось, что бумаги, связанные с ваулином, во множестве архивов только Петербурга. Не считая, что еще и Абрамсовский период московский и так далее. Ну, вот здесь мы пишем как раз то, что мы реставрировали. Это в Особняке Кочубе, вот такой камин ваулинский мы реставрировали его работу. Потом вот такое у нас дом кино в Петербурге, это тоже керамика бронзированная. Тоже мы реставрировали. Вот это керамический иконостас, выполненный ваулином для церкви Николая Чудородцев в Софии. Директор ездил, уже проводил пробную расчистку, возможно, тоже будем реставрировать. Вот это вот керамические, выполненные каталожные работы. Ну, вот такая вот нашлась в архиве. И, значит, мы решили уже часть архива, хранящегося в Государственном архиве литературы и искусства, изобразительную часть, опубликовать альбомом. Вот это как раз и издали. Здесь вот наша вступительная статья идет, потом идет короткая справочка от архива. Как оказались в истории личного фонда художника Керамиста Баулина, вот в одном из архивов. Я еще раз повторяю. Ну вот, это его мать. Это 1890. Вы знаете, Марина Павловна не могла вспомнить, это точно мать? Да, вот смотрите, у меня есть фрагмент. Марина Павловна говорит, либо мама, либо няня. Не, какая няня, за какой няня в деревне. Вот сейчас я вам покажу сразу попутно. Вот фрагмент этой фотографии. Смотрите, вот 1900. Да 100% это она. Нет, нет, но это у меня тоже только такой фрагмент. Да, я говорил, ну так это фрагмент этой же фотографии. Мы возьмем вот эту вот фотографию, где она точно. Да. Вот. Так, вот. Потому что вот это отец, вот это мать. Это у меня прям по списку. Это Кузьма. Вы мне осканировали эту фотографию? Да, конечно. Ага. А это как бы, значит, его, ну, жена. А где это вообще? Вот это где? А это, это они переехали как раз из Черемиски в Шейтанку. Это фото. Знаю, я Шейтанку. Сейчас Октябрьская называется. Так, это значит... Ну, если что, я буду вам звонить, уточнять. 6-го, 12-го, 1900-го года. Вот видите, здесь есть изнанка. Вот изнанка, кстати, что-то не сфотографировала. Вот это вот. Ну, Марина, если что, вы потом можете прям сразу и фотографию. Ну, у вас же электронная почта есть. Нет, так у меня оцифровано. Все, я вам все это сбросила. А обратную сторону, это, вы говорите, не оцифровали? Ну, обратная нет стороны. Но это декабрь. Так, 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 так. Они в декабре, это вот они переехали из Чаимиски, вот как раз в эту Шейтанку. Это вот их дом, так я понимаю. А он сейчас, не знаете, сохранился или нет? По-моему, нет. Сейчас, что-то не сохранялся. А кто здесь еще, кроме Пузмы и матери? А я все, я вам все список. Вот вам Марина Павловна не показывала вот такую вот схему-то, которую я составляла? Так. Не показывала? Я ей такое отсылала. Нет, нет, вы знаете, она мне дала свою статью по генеалогии, но там генеалогии только Петра Кузьмича. То это вот ПК Ваулин и потом продолжается уже от него. Ну, понятно. Она мне вот как раз уже вот прислала. Нет, нет, вот этого точно она мне не показывала. И вот здесь как раз вот эти номера, вот эти номера соответствуют как бы вот той фотографии. Вот я вам еще написала. А у вас вот это как-то копию можно вот этого? Я вот вам, наверное, вот эту даже подарю. У меня книга такая дешевтиктивная. Ой, спасибо огромное. А как же я ее довезу-то? У меня папа, она не влезет. Смотрите. Ну, что, что не влезет? А, ну я ее в пакет, а потом уже, да, приспособлю. Так. Это, Марина, если что, потом, если хотите. Вот у меня она не отсканирована. Вот если что, просто вот эту можешь сфотографировать. А я думаю, если я вам ее подарю, так что она? И пусть себе. Там, правда, одной не хватает еще. Семьи-то тут. Ну вот эти две соответствуют друг другу, да? Не совсем. Это я вот сейчас как раз вот тут вот еще добавилась, которые дети-то его. Вот Шиферта Зинаида Петровна, у меня ее там не было. А здесь я ее добавила. А там не добавить, там уже это самое. Ну это у меня подлинник. Это нож куда-то можно, так, на сторону. Так, все-таки на словах, вот кто-то из детей еще есть здесь, да? Да. Ваша мама. Ну и в смысле бабушка даже. Вот это бабушка в белой ковточке, Дарья. А вот ее сестры, а вот это вот Михаил. Вот. Вот это Михаил, это жена Михаила. А это их дочь. Вот здесь они у меня все обозначены, все написаны. Как интересно. Вот. Это их дочь. А мужского пола были дети у Михаила? Так, список. Не помните? Ну, так смотрим сейчас. А, надо смотреть, интересно. Так, Михаил. Так. Вот они, значит, вот они, значит. Кузьма, вот Дарья Кузьминична, вот этот идет, значит, Евдокия Кузьминична. Это, кстати, у них вся линия в Нижнем Тагиле, вообще-то. Вот вас не направляли туда, потому что мы-то их вот связь особенно не знаем, но это в Москве. Евдокия Кузьминична? Да. Ну, я вообще впервые от вас слышу. Ну, как, у них же четверо, у них же было четверо. Я первый раз слышу. Ну, как. Но Марина Павловна мне только о вас сказала. В смысле, о Дарье Кузьминичне и о вас. Да нет, да нет. Вот у них было, значит, четверо детей. То есть, Дарья Кузьминична, вот, значит, Евдокия Кузьминична, Михаил Кузьмич и Петр Кузьмич. Так. Вот, Петр Кузьмич ехал, значит, учиться. Ну, да, он уже все. А эти все, как бы, остались на Урале. Ага. И, значит, вот, Евдокия Кузьминична, она младше, то есть, значит, Дарья. И она на фотографии есть, вот, 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 вот это Дарья, это, вот, это дети Дарьи, вот, как бы, Михаил и Шура, ну, Александра. Вот, а это, как бы, это самое. Евдокия и Дарья, да? Да, две сестры и два брата. Поэтому, вот, как бы, и вот эта линия, вся в Тагиле, то есть, они там где-то, ну, мы с ними связь не поддерживаем, я ничего про них не знаю особенно. Единственное, знаю потом... Нет, а у Михаила-то были мужского пола? Вот, сейчас смотрим, у Михаила нет. У Михаила только Варвара Михайловна, и все было. Так, значит, были две сестры и два брата. Да. А откуда же тогда вообще эта фамилия? Значит, у деда, в смысле, у Кузьмы были еще братья, да? Ну, у Кузьмы почему братья-то? У него братьев-то не было. Вот, смотрите, у Удин, значит, Кузьма Ивановича, Степанида, вот, которую мы там видим.